Конец весны и лета традиционно самый выгодный период для поиска жилья. Это известно всем, в том числе и мошенникам, которые рады обмануть неопытных и наивных людей. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники, но чаще всего обману подвергаются именно первые. Стоит помнить, что недвижимость один из самых выгодных способов вложения капитала и широкое поле деятельность для инвестирования бизнеса. Именно поэтому рынок жилья очень привлекательный для различного рода махинаций. А сделки, купли, продажи всегда связаны с определенными рисками. Мошенничество в отношении того, кто сдает. Здесь всегда было много злоупотреблений. Другой вопрос, не всегда они дотягивают до статьи 159. Я думаю, что все нас вычисли, что и наниматель может устроить сюрприз хозяину квартиры. Хозяин квартиры тоже может создать сложности нанимателя. Существует несколько классических схем, которые нужно знать каждому. Одна из первых – фейковое агентство недвижимости. Потенциального арендатора вынуждает заключить договор на оказание информационно-риелторских услуг, обещая подобрать идеальную квартиру с нужными условиями и очень выгодной ценой. Человек вносит предоплату и получает список телефонов собственников и адресов, по которым жилье либо не сдается, либо сдается, но уже совсем не то, что указано в продемонстрированных ему объявлениях. Деньги в этом случае вернуть не удастся даже через суд. В договоре, как правило, несколько позиций обыгрывается, что вам информация предоставлена. Второе, что вы заплатили за определенные услуги информационные. И третье – это за формирование договора. Классика жанра, когда три позиции, за которые платит человек и, соответственно, лишает своих денег. Одной из распространенных схем является и внесение предоплаты. В интернете выставляют объявления о сдаче квартиры с отличным ремонтом по цене ниже рынка. Однако, позже выясняется, что помещение якобы уже сняли, но есть другие варианты, правда, чуть дороже. В таких случаях, чтобы не упустить очередной хороший вариант, просят нести предоплату на банковскую карту для резервирования квартиры или оперативного просмотра. Но после оплаты выяснялось, что таких квартир просто не существует, либо адреса не настоящие, а деньги, переведенные на расчетный счет, давно сняты и израсходованы. Мошенник всегда заинтересован в том, что его предложение должно быть самым привлекательным. Цель, пока не выявили эту схему, пока не выявили, этого человека заработать на этом объявлении максимум. А излишняя привлекательность, если это объявление, это же некий средний уровень, выгоднее, чем все остальные, я думаю, его проверять нужно с особой чёткостью. Еще один распространенный способ мошенничества – подмена адреса квартиры в договоре найма. Бывают ситуации, когда человек приезжает в квартиру, осматривает ее, подписывает бумаги и вносит оплату, а затем обнаруживается, что в договоре указан другой адрес. Причем по другому адресу квартира может вовсе не сдаваться, либо представлять собой непригодное для проживания помещение, или в лучшем случае с худшими условиями. В этом случае также очень сложно доказать факт мошенничества, так как квартиросъемщик самостоятельно подписывает договор сложными данными. Если человек не посмотрел договор, опять же, это ошибка, это невнимательность, это чьи-то зономерные действия. Если это зономерные действия, которые приводят к большим потерям, то есть когда теряются серьезные деньги, здесь мы говорим об уголовном преследовании. И тут, как себя безопасить, ну, первое, читать, читать внимательно, лучше обращаться к специалистам, а второе, если все-таки это случилось, здесь уже, кроме как, уголовное преследование. Мошенниками зачастую выступают и сами собственники. К примеру, они требуют перевести аванс на карту до показа жилья, чтобы убедиться в серьезности намерений будущего квартиранта. Человек думает, что пара тысяч сэкономит ему впоследствии больше денег, но потом не может добиться ни показа квартиры, ни возврата аванса. Причем такой перевод никак не оформляется, поэтому вернуть деньги вряд ли получится. Нередко владельцы жилья предъявляют счет за царапину на антикварном стуле или плохо закрывающейся дверь в одной из комнат, даже если их наличие не было прописано в договоре. В итоге корыстный арендодатель предъявляет нелепые претензии, чтобы выселить съемщика и оставить себе залоговую сумму и арендную плату за месяц, а затем сдать ее новой жертве. Большинство жертв, которые попались на эту уловку, крайне редко обращаются в суд, поэтому чаще всего деньги остаются у собственников без каких бы то ни было оснований. Если есть какие-то сомнения, мне кажется, дешевле будет обратиться к юристу, который посмотрит и скажет, вот есть подводные камни, вот по этому договору ваш контрагент, который вам сдает квартиру, может поступить таким образом, и ему юридически доказать будет что-то сложное. Практика показывает, что доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости низкая, ведь чаще всего поиск участников мошеннических схем занимает много времени. Сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Установить многих виновных и привлечь их к ответственности не удается, поэтому, по мнению экспертов, важно повышать свою финансовую и юридическую грамотность и быть в курсе о классических и новых схемах мошенничества, чтобы не стать одной из жертв. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова